Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. Понятно, что это договоренность с лидерами диаспор, что они будут сдерживать этих своих чертей. Путин будет башлять кто-то из этих чертей, кто встанет на сторону Путина, когда случится революция. Я думаю, они прекрасно понимают, что она случится, потому что они же прекрасно понимают, что они кормить никого не будут, что денег они не дадут никаких. Потому что Путин сейчас попал в суксванг, самый натуральный. Если ты не дашь деньги, люди восстанут. Если ты дашь денег, люди восстанут еще раньше. Почему? Потому что он никогда в жизни не давал. Он скажет, ни хера себе, ты можешь давать деньги и не давал нам. То есть, он таким образом проявит свою слабость, как считает этот гребаный Кремль. Ну и как может быть действительно ватное большинство посчитает, что все, ну сдулся, начал деньги раздавать. Поэтому, я думаю, что вот очень сильно он не надеется на армию. Я думаю, что он не сильно даже надеется на полицию. Почему-то он надеется на Росгвардию. На чем его надежды, так сказать, строятся? Я не знаю. И, наверное, вот на этих мигрантов. Путин заявил, вот какое-то, значит, совещание автомобильной промышленности. Ему понравилось проводить это совещание. Государство, бизнес, НКО должны действовать единым фронтом в борьбе, значит, с этим вирусом. Да, удивительно. Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, и НКО, волонтерским организациям, всем гражданам. Все должны побороть. А он? А он что должен делать? Сидеть, смотреть, раздавать указания. Причем такого плана абстрактно. Он сам говорил, что не надо про абстракцию. И говорит, сам раздает абстрактные указания. Вот это разве не абстракция? Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, и НКО, и волонтерским организациям, всем гражданам. Каким фронтом? Просто какой-то генералиссимус Путин. Фронтом он все действует. Каким фронтом? С кем воевать? С коронавирусом воевать? Фронтом? Придурок. То есть, уже прошло столько времени с его первого выступления 25-го числа. Ну, допустим, до 25-го числа они там прошляпили. Ну, дураки прошляпили. Ну, 25-го числа ты выступаешь, говоришь, что начинаешь бороться с коронавирусом. Сегодня 24-й. То есть, месяц прошел. Нет никаких системных мер. Ничего нет. Даже плана нет. Сколько-нибудь внятного плана никто не показал, не рассказал, не объяснил. Как можно действовать сообща, если никто не знает, как действовать. Вот он про фронт говорит. Ну, предположим, фронт. И этот фронт, будем считать, что третий белорусский. Так вот, этот третий белорусский фронт идет в наступлении. Как же он будет идти в наступлении? Третий белорусский фронт. То есть, никто не знает, что делать. Путин не знает. Он рассказывает о том, что нужно единым фронтом и государству и так далее. Правительство не знает. Потому что там сидит этот Мишустин, с которым дербанит бабки. Дай бабки, дай бабки. Все. Больше ничего. И так далее. И вот по всем сегментам, так скажем. Ни одно министерство, ни одно управление, никто ничего не понимает. И уж тем более не понимают ничего граждане. Ни НКО, а мы волонтеры. Что должны граждане делать? Чтобы быть едиными. Сидеть. А он с одной стороны говорит, тогда кормите себя сами. На работу ходить. Вы определитесь. То есть, надо на работу ходить, но в то же время в карантине сидеть. А в то же время это ни хера не карантин, это называют самоизоляцией. Но если ты ее нарушаешь, тебя штрафуют. Бля. Это что такое? Это королевство кривых зеркал. Чушь какая-то. Их и придурок. Представляете? Самое главное, что вот такого придурка ватники до сих пор терпят. И там что-то какие-то еще слова говорят в его защиту. Ну ж дебил. Лидеры ЕС утвердили план по спасению экономики на 540 миллиардов евро. Знаете, они даже и не спрашивали. А надо там эти деньги выделять, давать, как путинцы говорят. А зачем вам деньги давать? Птицам деньги не нужны. Вот в ЕС никто на эту тему даже и не пытается дискуссировать. Почему? Потому что понимают, что даже открыть рот, это лишит себя карьеры политической навсегда. Понимаете? То есть, есть вещи, которые говорить нельзя народу. А в России народу можно сказать, что угодно сказать, рассчитывая на понимание и прочую хрень, понимаете, можно сказать. И не получить по лысой башке, по пляшивой, не получить при этом. А здесь такое нельзя. Здесь сразу появятся жилеты, там кто угодно. И конкурентов огромное количество. Внутри партийная конкуренция, жутко. А еще и партии конкурируют между собой, еще конкурируют политические силы, вынесут нафиг. Еще есть журналисты, еще есть суд, в который тоже могут подтянуть за язык. Субтитры делал DimaTorzok